Дождевые тучи Официальным ученым так и не удалось ответить на проклятый вопрос антропогенеза. Почему наши предки встали на две ноги? Мы пережили взлет и падение гипотез, которые казались незыблемыми. Например, являвшаяся основой основ в советское время трудовая концепция. Вы, наверное, помните, что обезьяну человеком сделал труд. Но эта гипотеза рухнула, как карточный домик, когда мы узнали, что наши предки стали бегать на задних лапках задолго до появления древнейших орудий. Казалось, что достойная замена ей так называемая саванная концепция. Предполагалось, что вот эти древние приматы выпрямились, когда стали вылезать из леса в саванны во время засухи. Но был открыт ордипитек, и он поставил крест на этой красивой, но умозрительной гипотезе. Потому что ордипитек был прямоходящим, прекрасно чувствовался в лесу и не собирался оттуда никуда выбираться. Американский антрополог-авантюрист с говорящей фамилией Lovejoy пытался навязать обществу сексистскую концепцию под названием секс в обмен на пищу. Он утверждал, что самцы освободили верхние конечности, чтобы, так сказать, приносить подачки самкам, а те фактически занимались, прямо скажем, проституцией. Но самки-шимпанзе были против. Они брали, конечно, эти подачки, но самцы взамен ничего не получали, оставались с носом. И вот на фоне этого уныния в официальной науке стали поднимать голову различные маргинальные концепции, даже такие, как, например, радиационная, акватическая или гипотеза водной обезьяны, некогда популярная, и даже птичья. Ну и как непредвзятому, незашоренному исследователю смотреть на все это, на всю эту мышиную возню? Ну, разве что вот так, или даже, может быть, вот так. И вот хмурым питерским вечером я думал о том, как бы найти все-таки окончательный ответ на этот проклятый вопрос, и перечитал внимательно описание местонахождения Торосминала, это республика Чад, где были найдены останки древнейшего прямоходящего существа, сахилантропа. И вот посмотрите, что написано на сайте anthropogenes.ru. Фауна, рыбы, крокодилы, ну и так далее. Ландшафт, много воды, болото. Обратите внимание, даже вот авторы на первое место поставили вот это много воды, но они не конкретизировали, в каком виде была эта вода. И сторонники водной обезьяны, может быть, тут готовы были обрадоваться. Но тут случайно, а случайностей, конечно, не бывает, я наткнулся на вот это видео. Давайте посмотрим. Здесь мы видим, прямо у нас на глазах свершается некий ароморфоз. Вот это горилла, видите, другие суетятся, а она думает. И сейчас, внимание, может быть, роковой эволюционный момент. Запоздалый, конечно. Опа! Вот так, она идет. И тут я вспомнил, что я недавно, буквально недавно, да, вот она побежала с едой уже. Недавно я буквально читал книгу приматолога Шаллера «Год под знаком гориллы». Смотрите, что он пишет. Обычно гориллы ходят на четвереньках, а когда передвигаются на задних конечностях, то редко проходят более пяти футов. Я видел дважды, как горилла, встав во весь рост, прошла больше двадцати футов. То есть, видите, в четыре раза больше. Шел дождь, и животному, видимо, не хотелось мочить руки и грудь о растительность. Я вспомнил, что выдающийся приматолог Джейн Гудл описывает, что шимпанзе исполняют так называемый «танец дождя». То есть, когда они находятся под сильным ливнем, они приходят в неистовство, начинают скакать, визжать и лупить палками от ствола деревьев. Что это, если не некая генетическая память или, может быть, ностальгия по каким-то древним событиям? И тут вот эти кирпичики сложились в красивый пазл. Смотрите, наши предки, ну, конечно, никакой засухи не было. Видите, много воды, как написано. Они жили в дождевых лесах, где годы или десятилетия, может быть, тысячелетия непрерывно шел дождь. И нашим предкам пришлось выбираться под этот дождь за пищей. И вот здесь они встали на задние лапы. Зачем? Ну, вот как мы видели. Во-первых, чтобы уменьшить контакт с мокрой растительностью. Уменьшить площадь намокания. То есть, когда мы движемся прямо, у нас намокает только макушка. Голову они закрывали, как зонтиком, освободившимися руками. И таким образом, смотрите, они заняли замечательную экологическую нишу. Ведь посмотрите на этих грустных львов. Хищники тоже не любят дождь. Они прячутся. Кроме того, обратите внимание, хищники бросают недоеденную добычу и бегут в укрытие от дождя. Какая там еда? И тут приходили гоминиды. Дождь прибивает к земле запахи. Он создает шумовую и визуальную завесу. И вот за этой стеной дождя наши предки, невидимые, неслышимые, необоняемые, могли спокойно заниматься добыванием пищи. И в процессе эволюции они приобрели ряд важных адаптаций, которые мы и сейчас, если мы непредвзято посмотрим на себя в зеркало, мы увидим. Смотрите, отсутствие шерсти с гладкой кожей, вода эффективно стекает. Шапка из длинных волос – это как бы такой естественный водоотвод, который отводит воду от нашего тела. Выступающий нос в виде такого зонтика, который защищает ноздри от попадания дождинок. Брови защищают наши глаза от чего? Ну, конечно, от дождя. Небольшие ортогнатные челюсти – известна древняя поговорка «как в рот воды набрал». Вот если челюсти выступают сильно, быстро окажешься героем этой поговорки. То есть эволюция шла по пути уменьшения выступающих частей, прикрывания сверху различных отверстий, дабы, так сказать, не намочить лишнего. Обратите внимание, только человек – это примат, у которого практикуется так называемая миссионерская поза, в которой самец покрывает сверху самку. Зачем? Ну, конечно, он защищает ее, как бы покровительственно закрывает от дождя, чтобы она не намокла во время спаривания. Быстрый бег. Но чтобы не намокнуть под дождем, надо быстро перемещаться, и наши предки отрастили длинные задние конечности. Ну и, как я уже сказал, дождь прибивал запахи, и предкам нашим приходилось полагаться только на зрение и слух, а обоняние отошло на задний план. И, кстати говоря, обратите внимание, как современные дети могут радостно бегать под дождем и прыгать по лужам. У них вот эта тяга, как бы вот этот дождевой рефлекс, а взрослые, которые более эволюционно продвинутые, уже говорят им, хватит, пора переходить на следующий эволюционный уровень. Но наши предки, они очень быстро извлекли пользу из вот этих создавшихся, казалось бы, неблагоприятных условий. Ну, во-первых, под дождем все растет, вы понимаете. То есть дождь создает условия для произрастания грибов, ягод. Поскольку дождь плохо видно, чтобы не потеряться, наши предки обменивались криками, и появилась такая проторечь. Освободившиеся руки, которыми они закрывали голову, ну вот, вы понимаете, дождь периодически прекращался, и руки сами тянулись к орудиям, к палкам, камням. Возникла примитивная культура. Кроме того, дождь — это как бы такой естественный душ, который все время омывал покровы наших предков, приучил их жить в постоянной чистоте. А самки, когда у них был выбор между вот этими грязнулями из леса и чистой дождевой обезьяной, или плювиапитеком, как я их называю, они, конечно, радостно бежали под дождь за вот этими чистыми, симпатичными, стройными обезьянами. И никакие подачки лесных этих нерях, несмотря на то, что нам пытается впарить Лав Джой, ничего это не могло их остановить, и половой отбор работал на дождевую обезьяну. Кроме того, дожди сменялись грозами, молнии били в деревья, дерево вспыхивало, но дождь быстро тушил этот огонь, и предки перестали бояться огня. Кроме того, быстро поняли, что это способ высушить промокшую шерсть. Так они подружились с огнем. Ну и, конечно, жилища, то есть желая защититься, создать вот эту крышу над головой, приматы придумывали какие-то зонтики, естественно. Что такое крыша? Это фактически такой увеличенный зонтик. Таким образом у них появились жилища. Ну и нужно сказать про развитие когнитивных способностей, про интеллект и про духовное качество наших предков, потому что дождь, он располагает к философии. Вот видите, этот примат, он как бы говорит своим видом, о бог дождя, Зевс, когда же это кончится? Значит, детки, они прижимались к родителям, они хотели от них отдаляться, чтобы не промокнуть. Так увеличивалось детство, и тем самым возникли предпосылки для длительного обучения и развития. Ну и вообще жизнь все время перед лицом вот этой стихии, она сплачивала, она способствовала кооперации, консолидации. И так фактически дождь выковывал лучшие духовные, физические, нравственные качества будущего человека. Обратите внимание, сколько в мифологии отголосков этих событий. Я уже упомянул про Зевса, но это фактически бог дождя, или какой-нибудь еще дождь-бог у славян. А легенда о потопе, а ритуалы вызова дождя у различных племен. Что это? Это, конечно, воспоминания о той дождливой эпохе. Ну и на самом деле вот эта плювиальная концепция, она единственная, пожалуй, гипотеза, которая может объяснить все, и которая, наверное, применима не только к эволюции человека, но может объяснить возникновение и других живых сусед. Когда некогда какой-то неандерталец впервые предоставил кровь и помог обсохнуть такому продрогшему, озябшему волку, может быть, впервые у человека появился четвероногий питомец. И вот когда мы в дождливые вечера, я как петербуржец, знаю, о чем я говорю, вглядываемся в этот дождь и можем, как загипнотизированные, смотреть часами, может быть, это опять же генетическая память, которая возвращает нас вот в эту дождливую зарю человечества. Я должен добавить, что официальные ученые, эти бюрократы и консерваторы от науки, они попытаются, конечно, сделать вид, что моя гипотеза смешна и неприлична. Но вот в своей книге я разоблачаю их, вывожу на чистую воду, вот здесь воду в буквальном смысле. И на форуме «Ученые против мифов 4» 10 июня мы им покажем, и вы услышите еще больше разоблачений и шокирующих гипотез. У меня все. Пожалуйста, вопросы. Есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда есть такое понятие, как «человек дождя». Конечно, да. Как оно сейчас отражает связь с предками? Ну, это генетическая память, понимаете, она проявляется неожиданным образом. То есть вот дождевик, там «человек дождя», легенды о вот этих вот, знаете, каких-то шаманах, которые призывали дождь. Это все в наших генах память предков. То есть нам нужно просто обратиться вглубь себя и послушать свое бессознательное. И мы поймем, что действительно надо вернуться в дождь. Пора. Тем более, что вы понимаете, что сейчас, когда дождей мало, обратите внимание, очаги терроризма, они находятся, как правило, в странах, где очень малое количество осадков в год. Вы можете убедиться, что прямая зависимость. Поэтому я считаю, что террористов нужно лечить как бы вот дождевой терапией. Вы знаете, в психиатрии когда-то практиковался метод, к сожалению, сейчас отброшенный, когда буйным капали воду на голову, и они успокаивались. А может быть, этих террористов надо просто отправлять на время, допустим, в Петербург. Ну, правда, я не уверен, что власти Петербурга меня поддержат, но мне кажется, что во имя разума и спасения человечества стоит пойти на такие радикальные шаги. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Владимир меня зовут. Хотелось бы узнать о роли дождевых червей в формировании человека. Ну, они были спутниками человека вот из глубины веков. И мне кажется, что вот исследования, которые показывают, что дождевые черви – это высокоэффективная, высококалорийная, белковая, полноценная пища. Мы планируем, в принципе, знаете, провести такие исследования, правда, пока что на шимпанзе, но можно и на людях. Я приглашаю вас. Мы реконструируем некий древний ландшафт, где будет не только воссоздана вот эта непрерывная дождевая среда, но и будет воссоздана пища, близкая к пище древних людей. Потому что я предполагаю, что, конечно, их рацион в значительной степени состоял из дождевых червей. Черви выходили на поверхность, люди поклонялись им, ели их. И во многом вот эта белковая, богатая микроэлементами пища способствовала и росту головного мозга наших предков. Я приглашаю вас поучаствовать в этом эксперименте. Здравствуйте. Мой вопрос заключается в следующем. Мы перечислили огромное количество животных. Среди там соблезубые тигры, крокодилы и так далее. Почему именно у приматов и гоминид дождь стал именно такой отправной точкой эволюции? Почему для всех остальных животных это не стало важным? А это просто мы еще об этом не задумывались, вы понимаете? То есть если мы начнем копать, мы увидим, что дождь вообще был ключевым фактором любых животных, но за исключением глубоководных рыб, хотя и там, возможно, что-то можно найти. Вот только что звучало про мамонтов выступление. Но вы понимаете, что мамонт здесь скорее, он не то чтобы эволюционировал в дождь, но имел место некий симбиоз древних охотников с мамонтами. Потому что мамонт, когда он раскрывал свои уши и протягивал над землей хобот, он создавал как бы некую завесу, и охотники стремились к нему. И под его прикрытием они перемещались. То есть скорее это было не объект охоты, а может быть такое вот домашнее животное и живой передвижной такой шатер. Поэтому вот мне кажется, что археологи, правда есть гипотезы, которые рассматриваются, где рассматривается симбиоз человека и мамонтов, но отнюдь не в таком контексте. А мне кажется, здесь много работы для палеонтологов, для биологов и археологов. Здравствуйте, спасибо за лекцию. И вот, во-первых, ваш образ немножко не соответствует вашей гипотезе, если по вашему мнению, что человек прям стремился к дождю, почему вы зонтом. А во-вторых, А во-вторых, вы уже говорили, что всякая бюрократия не будет принимать в вашу точку зрения. Ну допустим, если ее примут, и потом появится более логичная теория происхождения, прямохождение приматов, как вы будете аргументировать защиту своей гипотезы? Спасибо. Вторую часть я, честно говоря, не уловил, потому что я был поглощен мыслью над тем, почему у меня в руках зонт. Но здесь это просто диалектика, понимаете, клин-клином. То есть, с одной стороны, зонт защищает нас от дождя, а с другой стороны, он напоминает о том, что мы из дождя. Поэтому зонт здесь скорее не защитный объект, а это некий символ, архетип. То есть, ему можно поклоняться, наконяясь при этом вне этого зонта. И тем самым, вот, ну вот, человек переживает потерю, что ли, вот этого первозданного дождевого состояния. И, может быть, еще больше хочет вернуться в это состояние. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос по поводу зонта. Очень хорошо, что ты про него вспомнил. Не откатывает ли нас на эволюционном пути назад данное изобретение? Зонтик? Да. Ну, я еще раз подчеркиваю, что, конечно, я вот уже сказал про терроризм, ну, а также использование дождей, дождевиков, капюшонов, зонтов, жилищ. Конечно, все это создает предпосылки к тому, что человечество, может быть, встанет обратно на четвереньки и вернется вот в это животное состояние. Поэтому мне кажется, что вот некая дождетерапия или плювиотерапия, некие такие рекреационные, релаксационные зоны, где будет создаваться дождевая среда, и куда люди будут помещаться, ну, допустим, на какие-то для начала часы, потом дни. Это тот способ, который позволит нам избежать деградации, ну, и еще раз, или переехать в Петербург. Это второй вариант, который вполне по силам любому здесь присутствующий. Я не призываю всех, но подумайте всерьез о ваших детях. Спасибо, Александр. Я думаю, да. Последний вроде вопрос. У меня как раз вопрос в тему. Я хотела спросить. Мы все знаем, что Петербург – одно из самых дождливых мест, ну, скажем так, в России, да? Будете ли вы утверждать, что первые люди появились именно на территории Санкт-Петербурга? Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что материки, они мигрируют, и климат меняется. И сейчас, конечно, ситуация такая. Но мне кажется, что исходный Петербург, он находился в Восточной Африке, и вот как раз на территории Большого рифта. Более того, на мой взгляд, восточно-африканский большой рифт, он возник не в результате разлома земной коры, это глупость, конечно, его размыло просто. То есть постоянные дожди, они привели к появлению вот этой огромной впадины. Я уверен, что дальнейшие исследования, они подтвердят мою догадку пока что. Это догадка. И Петербург, он там, на дне рифта. Мне кажется, тезис про Петербург как культурную столицу растет именно из этой теории, потому что... Это дождевая культура, это древнейшая исходная человеческая культура, плювиальная, наша корневая. Наконец мы узнали правду. Обращайтесь. Спасибо, Александр. Вся-таки нам пора двигаться. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok